Здравствуйте! Сегодня снова хочу снять видео о цветении очень интересных красавиц, которые, наверное, стоит заснять. Ну и, как обычно, справа налево я буду снимать и рассказывать. Здесь, с правой стороны, у меня стоят две пурпураты корней. Пурпураты эти, они оба одного сорта, но, как можно видеть, что они разные. Вот это пурпурата. Это пурпурата у меня из Мексики. Тоже корней, но она имеет цветок более немножко округлый, чем вытянутый. На фоне она смотрится более меньше, но она, правда, не менее красивая. Тоже крупный цветок, но можно видеть, что она такая более округленькая. Такая у нее рюшистая куба, прожилки. И вот этот вот цвет корнеевский. А здесь пурпурата корней из Колумбии. Она у меня яркая. Она в основном у всех яркая, расцветает. Растение у меня уже давно, поэтому оно такое разрушается. И с той стороны еще три бутона. Ну, одновременно они распустятся, в одну сторону не смотрятся, собственно, как обычно. Пахнут они идентично обе. Ну, вот на видео мне так кажется, что корнеевский с Колумбии смотрится более эффектно, чем мексиканка. Но, скажу, мне нравятся обе. На заднем плане у меня цветет котлея калистоглоса. Я ее покупала не под биркой калистоглоса, я ее купила под бирочкой пурпурата на Варшевичи. Несколько раз она у меня цветла, но вот не очень, наверное, красиво. И в этот раз она у меня распустилась очень красиво. Такие более ровные у всех лепестки. Цветок очень крупный. Очень. И вот эти вот ушки немножко заворачиваются. Вот такие вот. И даже видно небольшие сплэши на цветке. Растение очень крупное. Ну и достаточно вредное, потому что намного сложнее пурпураты. Она мне часто то росты загнивала, то корни подгнивала. Ну, в общем, Варшевичу дает о себе знать. Здесь цветет Сант-Андре. Сант-Андре это гибрид на дозы, на довиану. Сейчас он выцветает. Он распустится более ярким. Он со временем будет становиться все бледнее. Ну, как вот и майка, и майония вот расцветает. Яркая, а потом становится более бледная. Ну, да, особенно из прессоводных гибридов. Цветет первый раз. Мне очень понравилось. Потому что на фоне куста можно видеть, что цветок очень крупный. А здесь у меня Дуриган Джемани. Все еще цветет. Дуриганы цветут долго. В летние месяцы это два. Если зимние, то даже до двух месяцев доходит цветение. Держит цветок. Ниже у меня Филипп Хэйч. Филипп Хэйч это гибрид. Йеллоу Бёрд в желтой птичке на Шалериану. Поэтому губа именно вот Шалериановская. Хорошо пахнет. Растение компактное. Но вот по уходу Шалериана тоже дает о себе знать. Растет достаточно медленно. Но, тем не менее, гибрид зарегистрирован. Очень красивый, но он вариабельный. У многих цветет по-разному. У меня он свел разные сезоны цветения по-разному. На дальнем плане Дуриган Посейдон. У него цветет рясно. В прошлом году это был один цветочек, а тут аж шесть. Дуриган Посейдон красавец. Вот такой вот. С этими долгоиграющими цветками. Здесь начинает распускаться три бутона в этот раз. Котле Войнание Леопард на Гавайи Гэлакси. Сниму бирочку. Вот такая вот дама. Сейчас лето, поэтому она цветет более ярко. Засниму сам цветок. Вот такой красавец. На фото она получается очень эффектно. Вот эта вот пилоричность у нее по лепесткам красивая. Ну и вот бутончик распускается. Вот такая вот она распускается. Даже распускается интересно. На дальнем плане Целогиноксирексис. Вот цветет уже постоянно. Кустик разросся. Поэтому достаточно очень симпатично получается. Вот три цветочка таких крупных. С коричневой губой. Револьверная. У меня где-то выдает на цветоносе четыре цветка. Внизу у меня здесь бутончики уже поставила. Распустится, наверное, завтра. Это чистая Война, а не леопард. Она уже цвела у меня. Но думаю, что цветение будет полное, полноценное. На дальнем плане, как можно узнать, это будет Шамбуркия. Шамбуркия. Тампсониана. Попробую я вырвать цветочки ее. У Тампсониана цветы менее крупные, чем, например, у Тибикинис. А не хочет. Ну ладно. Вот такие вот зайцы. Ушки у них торчат. Цветочков будет много. Ну, тампсониана, она дама плодовитая. На цветоносе будет цветочка где-то 13. Поэтому будет долго еще радовать цветением. Ну и, конечно, королева гибридов. Балет фольклорика. Здесь сразу можно видеть в родителях Лелию Специозу. Откуда такая шикарная губа. Размер цветов, конечно, потрясающий. Вот такая вот. В этот раз она мне дала 6 цветков. На одном 3 цветоноса. Сейчас конструкцию тут покажу. С подвязанными бутонами. Потому что цветы очень тяжелые. И они смотрят в разные стороны. Буквально висят над горшком. Здесь 3 и здесь 3. Очень у многих есть. Ну, даже я боролась за ее цветение. Не цвела она мне. Не хотела. Я уже посадила ее в больше горшок. Дала ей больше наестся. Корни можно сами видеть. Сидит она у меня в чистой архиате. Активность корней хорошая. Что было? Она у меня никак не хотела цвести. Ну, я включила режим ожидания. Думаю, ну, пусть растет когда-нибудь. Что-нибудь-то зацветет. Ну, собственно, так и получилось. Она вот вырастила рост. И в марте месяце у меня вот этот рост зацвел. Я не помню, попала ли она в видео у меня тогда. И сейчас, июнь месяц, она зацвела с других ростов. Сказать, что сейчас она сложная. Да нет. Она зацвела и каждый раз будет цвести. Наверное, сложнее вывести ее с маленького растения на цветение. Нужно, конечно, подождать. Но когда она уже зацветает, она уже будет цвести каждый рост. Растение можно видеть вздутое, потому что она сейчас цветет. Отцветет, чуть-чуть посохнет. И опять она начнет набирать тургор самих туберов. Ну, и, наверное, венец этого видео. Если вот на общем плане можно понять размеры самого растения, это грамматофилум. Грамматофилум названия у меня нет. Он привезет из Таиланда. В прошлом году цвел одним цветоносом. В этом году два цветоноса. Тоже растет, уже цветет сам по себе. Вырастил рост, отдохнул зиму. И вот выходит цветонос. Примерно цветонос выходит из... Потом начинают расти росты. Сидит она у меня. Сидит она у меня вот так. Можно понять, что на полу гидропоники. Внизу водичка всегда. Вверху она сидит в архиате. Я не пересаживала. Так и садила вместе с кокосовым кочкой. Заложила архиатой, по-моему, 12-18. И поливаю на пролив глиняный горшок. Вода вниз стекла. Если что, там допивает снизу. Что еще? Держит цветочки два месяца. Учесть, что это летняя жара. Два месяца цветы. Так как растение крупное, мне нужно его иногда убирать в сторону. Потому что очень сильно мешает. И вот я отойду дальше. Вот такой масштаб цветения. Но все равно он великолепен. Ну, вот такое летнее видео июльское о цветении котлей, грамматофилма и целлогена. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok